Сегодня я вас научу, как делать интерактивные задания в Мэше. Итак, я решила сделать задание по перетаскиванию элементов, соответственно, слов к картинке. Для этого мне нужны картинки. Мэш предлагает замечательную возможность посмотреть учебники, и прямо отсюда мы из этого учебника и возьмем картинки, которые нам нужны. Работать мы будем с четвертым классом. И начнем с первого урока Roundup Lessons. И вот оно, первое задание, которое мы будем делать интерактивным. Итак, я хочу взять вот эти флаги и, соответственно, название стран. И сделать интерактивное задание по перетаскиванию элементов к соответствующей картинке. Для того, чтобы они были идентичны, мы должны сделать Print Screen. Для этого, если у вас Windows, вы нажимаете просто кнопочку Print Screen. А у меня есть приложение, с помощью которого я сделаю этот принц. И, соответственно, выделяем ту зону, которая нам нужна. Почему беру отсюда? Потому что все картиночки у нас в одном стиле, и это будет красиво. На рабочем столе. Можно никак не называть. Нажимаем кнопочку Save. Итак, работать мы будем с вами в Microsoft PowerPoint. Это приложение. Программа есть у каждого из вас на компьютере. Давайте откроем. И вот это то, что должно получиться у нас в конце. Ну, соответственно, я вам покажу, как все это делать. Мы создадим новый файл, новая презентация. И делаем вставку изображения из файла. И выбираем картинку, которую мы сохранили. Итак, это, в принципе, неплохо. Но учитывайте, что вот эти слова должны быть у нас отдельно сделаны. Для этого нам нужно вырезать каждый флаг. И под ним сделать подпись страны. Для этого мы пойдем в Adobe Photoshop. Здесь проще всего это сделать. Сейчас покажу, как. Так, давайте увеличим. Третья сверху иконочка – это инструмент магнитное лассо. Кликаем на него, наводим на краешек нашей картинки и аккуратненько ведем. Оно автоматически цепляет края картинки, что помогает нам аккуратненько вырезать каждый элемент, который нам нужен. Элемент должен быть выделен. Для этого нажимаем Command C. Открываем новое окошко. Называем его, так и назовем, Germany. Нажимаем ОК. Здесь вставляем Command V. Итак, элемент у нас, вуаля, сохранился. Не сохранился, а вставился. Для того, чтобы у нас не было вот этого белого заднего фона, мы здесь закрываем глазик. Посмотрите. В принципе, мы молодцы. У нас все вышло. Теперь нам нужно именно этот элемент сохранить. Нажимаем File. Сохранить как. Оставляем название Germany. У меня, как вы видите, уже все флаги вырезаны и сохранены. Здесь очень важно выбрать формат не Photoshop, а PNG. Для того, чтобы прозрачный фон сохранился. И нажимаем Сохранить. Я сохранять не буду, так как у меня все флаги уже сохранены. Замечательно. Теперь мы идем, вырезав все флаги назад. И для начала мы должны вставить все картинки сюда. Итак, делаем вставка, рисунки, изображение из файла. Идем в нашу папочку флаги, куда я, соответственно, все это сохранила. Выбираем все элементы, которые нам нужно вставить на этот слайд. И нажимаем Вставить. Все элементы здесь. Одним движением. Все легко и просто. Распределяем их по нашему крану. Я предпочитаю делать так, как в учебнике. Потому что и дети будут повторять в определенном порядке. Ну и соответственно. И нам так будет проще потом делать задания. Во-первых, мы сможем сделать сразу два задания. Первое это на повторение. То есть на введение новой лексики. Просто подпишем каждый флаг. И включим, добавим в Mesh иконку прослушивания. И, соответственно, это будет воспроизводиться прямо на уроке с доски. И вторым слайдом мы сразу пустим задания на отработку, как дети запомнили флаги. Что будет очень здорово и удобно. Итак, я сейчас распределила в хаотичном порядке. Сейчас покажу, как добавить подписи к каждому из флагов. Итак, делаем вставка, фигуры и выбираем квадратик. Растягиваем, соответственно, на ширину, которая нам удобна. Здесь можно выбрать абсолютно любой формат, какой вам нравится. Я предпочла белый. Чтобы это было видно. Итак, для того, чтобы у нас не делать каждый раз одно и то же действие, мы здесь делаем копировать. И нажимаем вставить. Я нажимаю Ctrl-V. У меня это Command на MacBook. Соответственно, сколько у нас тут их? 5, 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять раз нажимаем Command-V. И подтягиваем каждый элемент к нашей картинке. Все, мы справились с этим. А теперь нам нужно каждую картинку подписать. Нажимаем правую кнопку мыши и включаем. Нажимаем кнопку «Изменить текст». И мы пишем. Германия. Germany. Текст очень маленький, поэтому мы давайте перейдем на главную. Выделим текст, перейдем на главную и выберем 24. Мне нравится шрифт по Braille. Вы можете выбрать любую, какой вам нравится. Так, в итоге у нас получится вот такая вот картинка, которую мы, в принципе, и будем загружать в Mesh. Давайте теперь посмотрим, как сделать подпись к нашему упражнению. Здесь написано listen, point and repeat. Послушай, покажи и повтори. Сюда же мы в Mesh добавим аудиофайл, который был скачан с сайта просвещения. Все в открытом доступе, что очень удобно. Мы добавим, чтобы дети смогли сразу, опять-таки, прослушать название и повторить за диктором. Итак, вернемся к нашему рабочему листочку, на котором мы учимся. Итак, сделаем вставка фигуры. Такая есть тревочка, называется пятиугольник. Можете, в принципе, поиграть и с другими. Можно написать задание и без выделения. Но так красиво. Выделяем. Рисуем, точнее, далее выбираем формат, который вам нравится. Рыженький, например. Я выбрала зелененький там, по-моему. А, синенький. Не важно. Опять правая кнопка мыши. Изменить текст. Пишем listen, point and repeat. Опять-таки, очень мелко. В меше мы знаем, что минимум двадцать четвертый шрифт должен быть, чтобы это все читабельно было. Можно выделить. Можно прям кверху. Можно вот так. Мне так нравится больше. Выделяем жирным. И прекрасно. Итак, теперь в чем прелесть-то PowerPoint. Как нам сделать все это интерактивным? Для того, чтобы все это было у нас двигалось, мы должны с вами изначально создать все вот эти вот подписи. А далее, выделив левой кнопкой мыши эту картинку, нажимаем на правую кнопку мыши. И чтобы сохранить этот элемент, который у нас будет двигаться, мы должны нажать «Сохранить как рисунок». И давайте с вами посмотрим. Да, видите, мои слова уже все сохранены. Я здесь вам рекомендую все-таки назвать, чтобы потом не путаться и не искать. Нажимаем Germany PNG и нажимаем кнопку «Сохранить». У вас сохраняется этот элемент как отдельная картинка, которую мы будем вставлять. Сейчас покажу как. А, отлично. И смотрите. Далее. Мы эти... Давайте вернемся к тому, что я делала уже. Супер. Вот у нас готовая первая картинка. Вот у нас задание на matching. Match the words to the pictures. И, соответственно, это у нас будет как задний фон. А эти элементы названия с флагами мы будем вставлять уже в меши. Итак, чтобы сохранить эти два файла как картинки, мы делаем следующий файл. Export. И мы их сохраняем как jpg. Я сохраняю все в папочку по моему уроку. Это будет... Давайте... Exercise 1. Упражнение 1. И упражнение 2. Сохранить все слайды. Сохранить все слайды. Мы делаем два слайда. Нам нужно. Так. Ну и нажимаем экспорт, соответственно. Каждый слайд в презентации сохранен в отдельном файле в папке. Туда, куда мы его засунули. Отлично. Теперь покажу, как загрузить в меш и сделать задание интерактивным. Идем в браузер. Идем в наш электронный журнал. Библиотека меш. Сценарий урока я не создавала, поэтому мы сейчас вместе это сделаем. Итак, для того, чтобы создать сценарий урока, мы нажимаем кнопку «Добавить материал». Сценарий урока. Отлично. И название урока мы с вами напишем «StarLight4» «GroundUpLesson». Здесь можем написать «Countries». Так, и тут еще у нас будет дальше задание по «8.0 rapid». Описание внешности. Parents. Так, уровень базовый оставляем. Грузование ООО. Предмет английский. Английский язык. Кэс. Сделаем так. Оставляем, соответственно, все это. Обратите внимание на пропорцию экрана, которая у нас сохранилась в шаблоне, да? В презентации. Это очень важно, чтобы все это у нас смотрелось отлично. Так, папка для сохранения. Прикрепить файлы. Ну все, сохраняем. Так, мы начали создавать наш сценарий урока. Супер. Итак, первый урок – это vocabulary leading. Это вводим вокабуляр. Соответственно, работаем с slide. Это доска. Это планшет учителя. Это планшет ученика. Работаем с тем, что сначала дети видят на доске. И для этого нам нужно добавить... Это текст. Это что такое у нас? Текстовый материал. Это изображение. Вот изображение нам и нужно. А для того, чтобы нам добавить изображение наше, которое у нас на компьютере, мы делаем «Загрузить файл». И вот наша папка. Итак, первый слайдик выбираем. Нажимаем «Выбрать». Здесь вы ничего не меняете, кроме типа материала. Название оставляем. Являясь автором данного материала, здесь полноценно оставляем. Итак, первый слайд. Ставить изображение. Загружаем. У нас уже загружено. Итак, красиво центруем. У нас есть наше прекрасное упражнение. И нам необходимо также... Смотрите, вот здесь есть такие границы. Вот эти вот серенькие. Вот где границы, за них лучше не выходить, иначе изображение будет обрезано. Итак, и сейчас мы еще также выберем... Так, мои материалы. Ага. Для того, чтобы добавить звук сюда, мы должны сначала пойти в нашу библиотеку и добавить аудиоматериал. Название сейчас мы напишем. Ставь, три, четыре. Exercise. One, page, four. Итак, загрузить аудиофайл. Пишем. Обрезать. Аудио. Онлайн. И вот этот сайт. imp3cat.ru Он очень хорошо. И просто помогает это сделать. Итак, давайте нажмем «Открыть файл». Найдем наш аудиофайл. Open. Открываем. И вот он, смотрите, у нас прогрузился. Вот, и отсюда у нас начинается наша песенка. Давайте оставим вот отсюда. Называем «Обрезать». Я выбрала только то, что мне нужно. Скачиваем. Выбираем. Проверяем. И, соответственно, все то же самое выбираем. Это, к сожалению, приходится делать каждый раз. 30 секунд. Ну, 38. 38. Выбрать папку. Сохранить. Смотрите. Итак, материал есть. Идем в «Мои материалы». Идем в наш сценарий урока. И нажимаем кнопочку «Редактировать». Отлично. Итак, теперь мы добавляем аудиофайл, который мы загрузили. Вот он у нас появился. 100.4. Да, все. Добавить. Супер. Все работает. Грис. Так, и так далее. Можем по центру сделать, как больше нравится. Опять-таки, давайте уберем название и описание. Оно никому не нужно. У нас есть стрелочка, и это главное. Итак, далее. Что мы делаем здесь? Во-первых, мы идем в «Настройки» и копируем с планшета учителя. Единственное, что мы вот здесь вот, мы уберем у детей аудио, чтобы они просто видели картинку. Потому что этого достаточно. Здесь, соответственно, мы пишем текст о том, что должны дети сделать с флагами. Что говорит учитель? Ну вот, достаточно. Так, сохраняем. Так, а теперь мы будем делать с вами интерактивное задание. Ура-ура, мы будем отрабатывать лексику, которую только что повторили. Так, пусть будет «Матчинь». Называйте, как нравится. Итак, смотрите. Здесь есть такой, как отпечаток пальца. Это называется интерактивный объект. А здесь мы сейчас идем вот сюда и добавляем изображение. Сначала мы должны загрузить то, что нам нужно. Итак, это у нас рабочий... Нет, не рабочий. Мэш. Мэш. Так, и это... Вот, слайд второй. Он без названий стран. Это у нас будет рисунок. И добавить. Смотрите, что теперь мы делаем. Здесь с правой стороны есть, опять-таки, вот эта выскакивающая штучка. Да? Здесь важно сделать фоном. Почему это делаем фоном? Потому что этот фоном будет недвижимый. А движимое будет только то, что мы сейчас с вами добавим. Итак, эту картинку мы сделали фоном. А теперь мы добавляем наши слова, которые мы сохранили отдельно. Вот они, наши слова. Мы их выбираем все вместе сразу. И сразу все вместе загружаем, чтобы не... Рисунок. Видите, они сейчас автоматически, кстати, сделали. Не было такой функции, они обновили. Тут как фотографию ставят автоматом. Можно оставить фотографию, наверное, раз они так. Хотя, странно, почему фотография. Ну, да ладно. Потому что, наверное, она первая в списке. Ничего страшного. Так. Ну, это у нас все-таки рисунок, не фотка, поэтому давайте добавить. Смотрите. И у нас все они появились здесь. Что-то они какие-то у нас большие очень. Мы сейчас их уменьшим. Уменьшается просто. Нажимается. Стрелочка вниз догоняется. Соответственно, вот такое получилось у нас задание. Сохранить. Сохранить. Еще раз сохранить. Смотрите. Это задание, вот это задание у вас будет, ну, соответственно, оно интерактивное. Здесь также делаем это на планшет ученика. А здесь вам необходимо, во-первых, мы вставим текст. Начинаем вводить в pictures. И обязательно вставим еще раз ответы. Ой, мне нужно загружать. У нас уже вот он, слайд. Опять выбираем задображение. Центруем. Ну, этого достаточно. Здесь не нужно делать крупное, это для учителя. Так. Ну, соответственно, все. Сохраняем. Давайте теперь сделаем предпросмотр, чтобы посмотреть, что у нас там получилось. Так. Это первый у нас урок. Вот наш. Работает все. Matching. Давайте посмотрим, двигается у нас сюда. Супер. Двигается. Смотрите, как здорово. А, кстати, смотрите, у нас и рамочки все сохранились. Отлично. А, это, кстати, Мексика. Это Перу. Греция, Испания. И так далее. То есть, смысл, я надеюсь, вам понятен. Если еще возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Удачи в создании уроков Mesh. Продолжение следует... Продолжение следует...